Еще раз здравствуйте. У нас, собственно, в этой операционной опять легирование. Собственно, здесь пациент несколько... уже с более интересным анамнезом. Дело в том, что это... Да, сейчас секунду. Там... Собственно, пациент... дело в том, что ранее... извиняюсь, определяюсь, кто будет, какие операции дальше делать. Пациент ранее из-за особенностей он уже был легирован. Почему, если не заметить память, два раза находился под наблюдением, однако... Ой, рука. При этом при контрольном обследовании в течение двух лет значимого расширения у него повторно не определялось вен. Однако особенности его еще с первичного легирования, он проходил также у нас здесь, являлось то, что даже при отсутствии такого выраженного расширения характерно являлось именно очень выраженное истончение слизистой над венами и над узлами, в связи с профилактической целью, с которой мы выполняем легирование. Оно и было выполнено ему ранее, а сейчас попробуем, собственно, с вами определить, возможно, где-то мы увидим какие-нибудь рубцовые изменения. Сейчас пациент, как многие пациенты с сурозом печени, особенно ранее элементарной этиологии, достаточно устойчивы к некоторым препаратам, которые мы используем для седации. Ну, собственно, также начинаем осмотр с желудка. Ранее мы его осматривали, выраженное нарушение вен желудка именно у него нету, поэтому от уровня кардии определяем наибольшее расширение. Я помню про вопрос режима как бы припоем. Вот, я на него отвечу в конце, сейчас легенды закончил, чтобы не затягивать анестезию у пациента. Соответственно, также от кардиального отдела определяем наиболее расширенную вену, для этого без инсуфляции, да, то есть осмотрим данную зону. Ну, и, собственно, пытаемся выявить наиболее измененный участок. Мне кажется, что это вот на этом уровне, да, здесь нету выраженных каких-то рубцов, которые могли быть после легирования предыдущего, да, соответственно, я думаю, что вот отсюда мы, собственно, и начнем. Пытаемся избегать вот таких вот складок слизистые, потому что они несколько деформируют при аспирации узел, вот, вот так будет лучше, да, и, соответственно, не так хорошо фиксируется. Дальше аспирируем этот узел до состояния красного пятна и сбрасываем кольцо, после чего подаем газ и отходим назад. Мы видим, что при аспирации, да, травмируются сами вариксы, иногда не могут лопаться практически полностью, но, собственно, здесь вся надежда на то, что основное кольцо, которое мы сбросили, оно, собственно, удерживает его на месте. В чем также еще особенность, да, то есть по поводу того, как мы определяем, что кольцо сбросилось. У некоторых производителей, вот рубец, кстати, от ранее выполненного легирования, сейчас на 9 часах, надеюсь, видно хорошо. Есть какие-то дополнительные признаки при сбрасывании кольца, такие как щелчки, однако, честно говоря, мы всегда рекомендуем не ориентироваться на щелчки, ориентироваться на пальпаторное ощущение сбрасывания, потому что оно является намного более точным и достоверным, потому что при нюансах зарядки аллигатора, да, то есть могла чуть не совпадать длина, и щелчок может быть не в то время, поэтому даже на аллигаторах с щелчками мы всегда рекомендуем использовать именно тактильные ощущения. Здесь также из особенностей, я не знаю, насколько сейчас аппарат попадает в поле зрения, видно, что здесь мы зарядили аллигатор через, в комплекте был как раз клапан, да, через него намного плотнее и лучше герметичность, поэтому все-таки лучше использовать, однако, если подходит плотно и без клапана, то можно... Так, ну, опять же, видим, что мы скинули всего два кольца, но, видимо, достаточно неплохо попали, потому что максимальные вены тут же начинают хорошо спадаться, поэтому выявляем участки с наиболее истонченной, слизистой, и уже тогда на них будем выполнять легеные, однако стараемся также, чтобы не попадали участки рубцовых изменений, которые мы также с вами у этого пациента уже наблюдали. Ну, вот появилось то самое красное пятно, будь здоров, так называемый red spot, в английском варианте очень удобен для использования. Английский вариант, да, ну, и вот, собственно, наверное, вот здесь вот еще мы видим некое расширение с неистонченной слизистой, опять же, сбрасываем кольцо, подаем газ, подтягиваем аппарат на себя, тем самым высвобождая варикс уже легированную. Видим, как стягивается слизистая вокруг, говорит, что она достаточно подвижная, это хорошо, потому что у пациентов ранее легированных основной проблемой как раз являются рубцовые изменения после перенесенных вмешательств, ну и вообще классические, если уж говорить о тактике, считается, что три легирования, это то число, после которого в случае стойкого рецидива мы должны сказать, что этот пациент в дальнейшем уже не подлежит повторному легированию, а передать его для дальнейшего лечения хирургам, для формирования портосистемных анастомозов, для более радикального лечения, так как уже после трех легирований обычно рубцовые изменения настолько могут быть выражены, что оно неудобно, тяжело технически выполнимо, но и в конце концов опасно. Вообще надо понимать, что легирование в какой-то момент кажется, что вот чего там, взял, аспирировал, колечко сбросил и все. На самом деле категорически призываем так не относиться к этому вмешательству, по той простой причине, что на самом деле риск осложнений на нем достаточно высок, а в случае его возникновения, то есть риски все остальные тоже очень высоки. Ну вот, собственно, мне осталось последнее кольцо, которое я обычно призываю не сбрасывать, либо сбрасывать его точно на удаление от ранее каких-то выполненных легирований, где мы уверены в хорошем аспирации, так как, допустим, в данной ситуации, мы видим слизистые просицы, вены здесь есть, я думаю, что она должна хорошо аспирироваться, и последнее желтенькое колечко, у нас сегодня все желтенькое, благодаря компании Индостарс, даже погода солнечная, хотя компания питерская, а погода у нас сейчас не питерская. Соответственно, ну все, это был последний аллигатор, полагирующее кольцо, мы сейчас, оно было где-то на уровне порядка 30 сантиметров, максимальная вот эта умеренно такую расширенную вену, я, честно говоря, сейчас не вижу смысла легировать, дальше этого пациента будем наблюдать. Собственно, по этому пациенту, по легированию, наверное, в данной ситуации все.